Как правило, героями программы «Карт-бланш» чаще всего становятся люди, которые готовы идти навстречу изменениям. Имя моего сегодняшнего визави, напротив, прочно ассоциируется с одной темой одной телекомпании. Но эта картинка обманчива от слова совсем. И хотелось бы вас сегодня в этом тоже убедить. Александр Сидельников – знаковый человек для телекомпании «ТВИН», известный телеведущий, автор программы «Зеленый остров». Но за этими регалиями любопытные жизненные повороты. Здравствуйте, Александр. Здравствуйте. Мы договорились, Саш, да? Мы говорим на «ты», «вы». Да, на «ты». Саш, как ты относишься к тому, ну вообще, наверное, как ты относишься к своей популярности в городе? Ну, наверное, она менялась. Сначала это нравилось. Потом как-то стал ее даже не замечать особенно. Ну, наверное, годы свое постепенно берут. Иногда это начинает уже раздражать. Вот сегодня, в общем-то, я отношусь уже даже так с прохладцей. Самый знаменитый садовод, опытник Магнитогорска, автор и бессменный ведущий передачи «Зеленый остров». Обладатель обширной коллекции общероссийских, международных премий, дипломов и наград, философ и видеохудожник, увлекающийся съемкой уральской природы. Именно так написано в портфолио Александра Сидельникова на странице телекомпании «ТВИН». Харизматичный, позитивный, увлеченный, он стал одним из самых узнаваемых журналистов города и непререкаемым авторитетом для южноуральских садоводов. Его биография – реальный пример того, как детское увлечение переросло в дело всей жизни. Свою трудовую книжку я читаю как анекдот. Служба в армии, прокуратура, инженер-конструктор, педагог доп. образования, инженер-озеленитель, редактор телевидения. В общем-то, какие-то совершенно невероятные сочетания. Слушай, но это ведь за очень короткий срок. То есть, если мы не будем брать, когда начались больше такое углубленное изучение садоводчества, селекции, это чуть позже. А вот это ведь, все то, что ты перечислил, это достаточно так вот спрессовано во времени. Ну, очень часто я какими-то вещами занимался параллельно. То есть, вот сейчас я делаю передачи, в общем-то, для садоводов, но и сейчас я, помимо сельскохозяйственной тематики, я достаточно серьезно занимаюсь физикой. Причем такой современной физикой на уровне наночастиц. Казалось бы, да, вот где у нас помидоры и где у нас наночастица. А скажи мне, а помнишь свои детские, нет мечты? Вот как-то о профессиях, кем ты хочешь быть, вот что-то такое? Ну, наверное, достаточно банально. В детстве я хотел быть летчиком. Летчиком, да. Ну, когда. Наверное, хотел быть летчиком. Потом все же это стало так более практично. Я хотел быть учительом физкультуры. Вот учительом физкультуры. То есть, педагогическая, да, какая-то история? Ну, вот эти вот, наверное, скажем, вот это вот педагогическое. Я даже где-то это успел реализовать. Я несколько лет работал в центре дополнительного образования городском. Я водил детей в походы. То есть, вот, собственно, в туристическом клубе центра я и работал. Кем были родители? Как они вообще смотрели на твои вот эти какие-то поиски, изыскания себя? Мама у меня конструктор. Она работала в ГПК и проект Автоматика. Папа у меня электрик. Он работал в пусконаладочном управлении Южурал электромонтажа. Ну, а вот уже на пенсии, там, и перед пенсией в электроремонте на комбинате. В общем, я не знаю, но я думаю, мне с родителями чрезвычайно повезло. То есть, вот какие бы идеи, с какими бы идеями я не приходил, я хочу быть космонавтом, ну, будь космонавтом. Я хочу быть агрономом, ну, будь агрономом. Главное, чтобы быть. То есть, они, в общем-то, ну, я находил всегда у них поддержку. А вот скажи мне, невероятная эрудиция, она как-то вот с детства у тебя, или ты это стал набирать уже более взрослый? Ты много читал с детства, да, или как-то это вот понарастающее? Вот, вы знаете, я вот, может быть, разочарую очень многих. У меня аттестат три с половиной. Я в институт, вот, вы знаете, буквально протиснулся едва-едва. Да, то есть, школу я закончил с очень большими проблемами. Ну, все же в вуз я поступил. А вот в вуз я уже закончил, то есть, у меня уже было больше, чем 4,75. То есть, я должен был получить красный диплом. У меня было два тройка в дипломе. Вот за счет этого мне его, в общем-то, и не дали красный. По каким тройке были? Это была электротехника и иностранный язык. Вот, как ни странно, вот языки я очень люблю, но вот иностранный. Но это называется, нашла коса на камень. Слушай, ну, смотри, вот интересно, как, Саш, смотри, было увлечение фотографией. Да, в юности еще, мне кажется, да, было, да. То есть, было увлечение фотографией. Был достаточно серьезный спорт. Какой вид спорта? Потому что я знаю, что в ГТО-те... Ну, я плаванием занимался, потом многоборием занимался. Сначала морским, потом многоборием ГТО. Вот, когда учился в школе, я так мечтал, чтобы у нас был сад. И все же, вот, где-то я был студентом, по-моему, не то первый, второй курс. Значит, родители купили сад. Причем купили в основном, вот, ну, чтобы от меня отстать. Вот теперь ты там не на подоконнике, а теперь давай вот этим вот заниматься в саду. И фактически, вот, ну, такая экспериментальная часть, площадка, она началась где-то вот в студенческие годы. Ты можешь объяснить это как-то, понимаешь? Все равно, я думаю, подросток, который мечтает о саде, да, который вот болеет вот этим. Ну, ну, где-то, значит, это чуть раньше проросло как-то, наверное, чуть раньше появилось. Это вот почти как в стихах. Я садовником родился. Родился, правда, да, Саша? Родился, наверное, родился, да. Я думаю, что все же вот все, что с нами происходит, оно в определенной мере где-то предопределено уже. Ну, наверное, вот так. И очень даже счастлив, что мне удалось вот реализовать себя. Я просто знаю очень много людей, вот, очень интересных, которые по жизни занимались вот тем, что им не нравилось. И, конечно же, это, наверное, самое большое разочарование по жизни. Вот я в жизни делал то, ну, к чему у меня лежала душа. И это, конечно, очень здорово. Вот всем рекомендую, попробуйте, это здорово. Слушай, ну вот, наверное, да, вот мысль свою закончу, я ее начала. Смотри, был спорт, была фотография, уже тогда было увлечение садоводством, а тем не менее поступил на Металлурга. Как так получилось? Не послушал себя, не прислушался к себе. Вы знаете, наверное, здесь было чисто практическое. Вот не буду здесь какую-то мистику, значит, этого напускать. Меня больше никуда бы не взяли, особенно. Вот сегодня в сельскохозяйственный вуз можно поступить, в общем-то, ну, с достаточно таким невысоким ЕГЭ. Я просто так с сельскохозяйственными академиями немножечко связан, там, через профессуру, через селекционеров. И они мне рассказывают, ну, вот на агрономический факультет, говорит, у нас там надо набрать 100 человек. Мы там 50 заявлений, и все, и мы там поехали по деревням, мальчик, хочешь быть агрономом? Не хочу. Да нет, хочешь, пошли, ты просто своего счастья не знаешь. В 80-х годах было немножечко по-другому. Поступить в приличный сельскохозяйственный вуз было очень сложно. Ну, я просто вот по своему аттестату, по всем, я бы туда просто особенно-то и не попал. Ну, хорошо. А для многих садоводство это так и остается хобби. Когда это стало как-то так аккуратно вырисовываться в то, что все-таки это то дело, которое... Оно же вытеснило, да? Ну, то есть, смотри, была специальность, был диплом. Есть такая экспериментальная площадка, где ты себя пробуешь, да, и привозишь, например. Но когда ты понял, что вот это дело, которое мне вот все-таки интересно? Там же очень много, да, этапов прошло? Ну, понимаете, наверное, сложно назвать вот такую дату. И вот тогда я понял. Или человек, например. Я, наверное, начну немножечко с другого. Вот когда уже у меня интерес к садоводству был такой достаточно серьезный, ну, вот я где-то прочитал, что плохо тот садовод, который не мечтает стать Мичуриным. Мне так захотелось стать Мичуриным. Ну, я так это уже попробовал, там, крыжовник пересеял, получил свой сейницы. Он был крупный, он был вкусный, все. Я помню, приехал в Челябинск, и отделом плодовых культур заведовал Фалкинберг Эрихт Александрович. Я говорю, Эрихт Александрович, возьми меня к себе, я так хочу быть селекционером. Он говорит, прям вот так хочешь, что жить не можешь. Я говорю, да нет, жить в принципе могу, но очень хочу. Он говорит, вот когда ты почувствуешь, что ты без этого жить не можешь, вот тогда и приходи. Ну, и вот уже этого человека уже нет, все, я почему-то всегда вспоминаю. И вот когда-то, так это медленно, 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 вот я почувствовал, что вот, наверное, вот без этого я уже жить не могу. Когда рассказываешь о победах с восторгом, это считывается, да, об этом даже можно не говорить. Но неудачи часто ли бывают вообще в твоей жизни? Да, неудач очень много, да, проблем много, в общем, и не только там в садоводстве, и в телевидении, и везде. В какой-то момент я выработал вот некий механизм, я стараюсь вот как можно быстрее вот этот участок преодолеть, да, вот как у водителей есть. Вот если вы находитесь на скользкой дороге, что вам? И там ответы, там по тормозам, там повернуть руль. Нет, добавить газу и главное не крутить рулем. И как можно быстрее вот этот опасный участок преодолеть неблагоприятно. Поэтому я все же вот так пытаюсь. Вот интересно, какой момент, сейчас почему-то я подумала. А вот оптимизм, который, да, вот, например, ты транслируешь, это такое наученное в жизни, потому что я знаю тебя с другой стороны. Я знаю, что ты можешь быть очень переживающим, очень ранимым, очень эмоционально реагирующим на многие вещи. Но как-то есть такая всегда картинка, да, то есть Александр такой всегда эмоциональный, оптимистично настроенный. Это какая-то наученная история, нет? Ну, наверное, наученная. Я бы даже сказал, наверное, это в определенной степени какая-то защитная, может быть, даже реакция. Потому что вот так просто в жизни я очень люблю одиночество, чтобы вот никто не мешал, не лез ни с вопросами, ни с советами. Вот в саду я вот как раз, в саду, в лесу я вот растворяюсь в этом вот своем одиночестве, там, может быть, вот в этой тишине, в этом неделании. Слушай, ну это же вообще очень удивительно. И при этом ты выбрал такую, ушел в такую, скажем, деятельность, у тебя много разных направлений, в такую деятельность, как телевидение, которое предполагает, да, что тебе придется общаться, очень много коммуницировать. Как ты между этим балансируешься? Ну, вот, опять же, вот, был от тебя вопрос, значит, кем там мечтал стать? Точно не мечтал стать, вот, ведущим, там, передачи, там, редактором, то есть уйти как-то в телевидение. Вот этого не было никогда. Даже когда занимался фотографией, все же о журналистике, как о таковой, не мечтал. Значит, это вот такой зигзаг по жизни. Удача или неизвестна? Да, удача, неудача, я не знаю. Не, ну, телевидение, это здорово, вот, я начинал, у меня так вот, один из таких серьезных учителей, Нелли Федоровна Смирнова, и она говорила, ну, телевидение же, Александр Иванович, это так здорово, это способ, говорит, свое любопытство удовлетворить за чужой счет. Вот я так и удовлетворял за чужой счет. Ну, телевидение пришло же как-то, оно само тебе дошло даже, Саша, или нет, или ты как-то вышел на него? Ну, как это было чисто случайно, это было уже где-то, наверное, около 30 лет назад, я еще работал в Гипромезе, ну, и вот начали появляться частные каналы, и у нас была такая сеть «Уральский меридиан», и вот они какую-то там вечером ерунду крутят, ну, какие-то фильмы, все это вот такого качества. И я пришел, говорю, слушайте, а давайте я вам про помидоры расскажу, они говорят, да ты что, ну, давай, говорит, попробуем. Вот попробовали, и до сих пор это самое, не можем остановиться. Какая-то была, ты искал себя, были какие-то фишки, как ты должен себя вести, как ты должен себя подавать, что тебе говорить, или как-то это просто, вот ты включил, не знаю, там, естественную, вот что это было, Саша? Ну, наверное, телевидение, вот, опять же, я считаю, что телевидение, оно в определенной степени раздевает. Если человеку неинтересно, если человек не знает, все равно зритель это увидит, вот где-то на уровне оговорки, на уровне какой-то паузы, еще чего-то, вот зритель это почувствует. И вот, скажем так, мой телевизионный успех, ну, назовем успех, да, сам себя не похвалишь, да, телевизионный успех, он был, в общем-то, основан на том, что я не пытался делать передачи, вот, не брал темы, в которых плаваю, в которых я никто. То есть, вот, я делал передачу про садоводство, но я садоводство знаю лучше, чем телевидение. И вот это, я думаю, оно в конечном итоге через камеру, через экран, оно именно и доходит. Вот я очень много сегодня вижу ведущих, они вот берутся там тему про еду, про там спорт, про что-то. Ну, ты никогда не был поваром, ты никогда не был спортсменом, вот это видно, потому что вот тебе это, ты пытаешься какие-то эмоции, значит, там, ты что-то где-то почитал, но все равно это видно, что ты не спортсмен, и для спортсменов ты не интересен, и для людей, которые там любят готовить. Вот точно так же, я могу сказать, и по садоводству, у нас огромное количество блогеров, которые пытаются учить, которые, значит, пытаются там даже эмоциями какими-то это все заполнить. Но они не садоводы, поэтому это садоводы раскусывают сразу. Ты учишь или делишься? Ой, знаете, вот, наверное, я всегда, вот, поначалу я пытался, наверное, учить. Сейчас, вот, делишься, наверное, вот, это, наверное, будет гораздо более правильно, причем даже не знаниями, причем даже не знаниями, а эмоциями. Вот в психологии есть очень интересный термин психологическая установка. Вот человек занимается там каким-то видом деятельности, спортом занимается, ну, потому что у него родители, педагоги, значит, создали психологическую установку, что ты будешь здоровый, ты будешь успешный, то есть вот за этим последует еще какая-то цепочка. И вот здесь я пытаюсь как раз именно эту идею, я вот пытаюсь людям рассказать, как это может быть здорово, как это может быть эмоционально. Вот если это получается, дальше люди, они сами научатся, на какую глубину это семечко бросить, при какой температуре оно должно взойти. Да, это тоже полезная информация, но основное это сделать вот этот вот эмоциональный посыл. И если у человека глаза загорелись, о, хочу вырастить вот такую розу. Все, он ее вырастет, у него главное должно быть желание. А что там под эту розу внести, какой водой и как часто поливать, это он уже решит сам. Вот жизнь человека, я, конечно, скажу, может быть, крамольную вещь, она не может состоять вот только из работы, 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 работы. Все же основное в жизни человека – это его хобби. Вот кому-то, может, вот не понравится это, его хобби. Если у человека нет хобби, вот есть только работа и вот, ну, на какие-то бытовые вещи, может быть, там на роскошь какую-то, на машину, на какую-то суперквартиру, вот тогда, наверное, жизнь, в общем-то, оказывается такая достаточно пустая, вот без смыслов. Вот, наверное, одно из… Ну, кто-то любит рыбалку, кто-то любит охоту, кто-то любит с автомобилем, там, значит, вот что-то там в нем совершенствовать, чтобы он был чистенький. У меня машина всегда грязная, всегда там… Я не знаю вообще, где там, что, капот открываешь, говорит, где у тебя это, я так не знаю. Но вот здесь я получаю вот эти вот эмоции. Я не говорю, что вот все должны получать эмоции от того, что они занимаются садоводством. Более того, вот у меня даже были такие случаи, и они говорят, вот у нас там не растет что-то, вот мы вроде там стараемся, семена покупаем, там, удобряем, поливаем. Я говорю, вам это нравится? Я говорю, ну так бросьте, ну зачем вам это нужно? Поэтому, ну вот на твой вопрос очень-очень-очень-очень, наверное, так сложно ответить однозначно, но я думаю, вот основную мысль я все же передал. Хорошо, кстати, такой момент. Скажи мне, пожалуйста, Саша, вот твоя популярность. Я знаю, что у тебя огромное количество было и международных командировок, ты весомый человек во многих каких-то кругах, да, когда к тебе обращают за консультациями. Ты бы мог бы быть богат? Да я богатый. Ты богатый человек? Я богатый, я не знаю. Ведь как, богатый не тот, у кого много денег, а тот, кому хватает. Вот я все же так, ну, наверное, я не альтруист, я бы от денег, наверное, и не отказался, но для решения вот тех проблем, которые вот, ну не проблем, тех задач, которые у меня есть в жизни, мне, в общем-то, вполне достаточно. Более того, вот я все же, это такая уже философская категория, я считаю, что если ты правильно ставишь задачу, вот если она действительно значима, все, средства и попутчики, они сами появятся, они появятся обязательно. То есть, вот, ну, селекция сегодня, это достаточно дорогое удовольствие. Тем более, вот я сегодня веду селекцию, вот там, ну, на уровне эпигенетики, на уровне, там, формирования, там, ускоренного формирования фенотипа. Это вот, ну, самые современные направления в селекции. И это, в общем, довольно дорогое удовольствие. Ну, как ни странно, вот под это самое дорогое удовольствие, там нужно довольно сложное оборудование, у меня есть друзья в Ульяновске, в Екатеринбурге, в Новосибирске, в Москве, которые... Нужны средства, да. Нужен вот какой-то препарат, да. Нужно сделать какой-то анализ. Пожалуйста, сделаем. То есть помогают. Я говорю еще раз, вот если задача поставлена правильно, вот если ты можешь зажечь, то, в общем-то, приходят средства и возможности. Да, и двери открываются. Была ли мысль когда-нибудь, желание, может быть, поменять точку географическую, место проживания, вот локацию? Ну, была и мысль такая, была и возможность, но вот не знаю, как-то вот все же магнитка меня достаточно серьезно привязала. Я вот недавно, кстати, просто хочу так, в техническом университете, вот у нас есть такая идея поговорить об иррациональном. Ну, там в основном рациональными вещами занимаются, но иррациональное тоже должно иметь место в жизни. И вот мы такой пробничек такой небольшой записали. В германских мифах есть упоминание, собственно, германские мифы заканчиваются рагнареком, битвой богов. В этой битве погибают все, кроме трех богов, там Мони, Магни, Бальдор, старший из них Магни. Он единственный знает, где стоял Асгард, он должен его отстроить, и вот с этого начнется возрождение мира. Мы даже знаем профессию Магни, он старший сын Тора, молотобойца, он кузнец, то есть металлургия в этом городе будет главной. И он должен дать этому городу свое имя, это должен быть Магни-гард. Магни-гард. Ну вот, опять же, это иррационально, я ничего не хочу здесь сказать, но в тех же мифах есть упоминание, что фактически вот с этого города там обязательно должен быть тот, кто будет отвечать за растения, за деревья, цветы и кустарники. Слушай, так интересно, Саша, а вот скажи мне, пожалуйста, а человеку нужна миссия, как тебе кажется? Ну, я вообще думаю, что как у человечества все же есть некая миссия, так и у отдельного человека, наверное, все же он приходит в этот мир не просто, чтобы там поесть, повеселиться и все. Наверное, наверное, многие, наверное, не догадываются, какая у них миссия, некоторые, наверное, какую-то не тот ориентир выбирают, пытаются грести не в ту сторону. Я не говорю, что я гребу в ту сторону и все такое, но я вот все же с этим чувством я с ним живу, что да, нужно что-то оставить, вот нечто большее. Чем то, что даже есть. То есть каждый раз ты каждый раз себе ставишь выше, выше какие-то, да, цели или нет? Вообще, как вот, слушай, как вот появляется новая, кстати, новая цель, новый этап? Саша, очень разные, да? Причем ты понимаешь, что вот, например, меня восхищает? Я понимаю, что появляется, например, какое-то увлечение, и оно не поверхностное, ты достаточно много ему отдаешь. Откуда, как они вот появляются? Хорошо, я тогда, знаешь, я одну цепочку расскажу интересную. Вот сегодня я работаю над селекцией лекарственного растения с запредельными целебными свойствами. Оно реально способно сделать человека умнее, сильнее, значительно продлить ему жизнь с помощью веществ, которые содержатся в этом растении. Сегодня американцы пытаются лечить Альцгеймера, значит, там, Паркинсона болезнь. Вот очень серьезные вещи. Как это начиналось? Это начиналось еще 30 лет назад. Вот я работал на государственном телевидении, и меня отправили подготовить сюжет про Аркаим. Там была какая-то конференция, и на этой конференции присутствовал академик Стеблин Каменский, ведущий в России иронист, переводчик скандинавских текстов, ну, просто светило абсолютное. И даже не на самой конференции, а там, у костра, вечером, он вот произнес такую очень интересную фразу. Вот если наши представления о прародине индоевропейских народов верны, что это степи, там, от Дона до Урала, то, скорее всего, в горах Южного Урала мы должны искать священное растение индоевропейцев. Оно описано у иранцев как сома, у индийцев как сома, у иранцев хома, золотые яблоки геспирит у греков, золотые яблоки и дун у скандинавов. Вот я прослушал это, и это меня настолько вдохновило, это было больше 30 лет назад. Я говорю, да неужели, вот неужели, вот здесь что, прям вот тут на Урале и священное растение индоевропейцев, которое сыграло, ну, ключевую роль в становлении вообще индоевропейцев как этноса. И вот эта идея, она вот запала, вот знаете так, зернышко было брошено, и потом, вот, собственно, это вот развивалось, развивалось, развивалось. Уже в 97-м году в журнале «Наука и религия» у меня вышла, вот, собственно, гипотеза, моя личная гипотеза, что вот за этим самым растением, что сому не нужно искать в Индии, хаому в Иране, что за ними стоит общее растение, и нужно искать его там, где эти народы некогда представляли единое целое. А так как это горное растение, то степи евразийские только Южный Урал вот так вот пересекает, только здесь мы можем его найти. И в 97-м году я впервые высказал гипотезу, что это за растение. На меня обрушился вал критики. Слушай, как это может быть? Да нет, ты в этом... А кто ты такой вообще, чтобы вот такие вещи? Значит, я эту критику так это выдержал, я на какое несколько лет замолчал, все. Но потом я этой темой все равно продолжал заниматься. И вот в конечном итоге я занялся селекцией этого растения. Я нашел там ответы на вопросы, которые мне задавали мои критики. И сегодня вот в том, что я делаю, я уже достаточно серьезно уверен, уверен. И сегодня вот те работы, которые вот я веду по радиоле Ремельской, но это, скорее всего, уже радиологибридная, потому что там уже есть и норвежские крови, и алтайские крови в ней. Ей уже интересуются достаточно серьезные люди, и это уже не воспринимается как вот полный бред. И для меня было буквально бальзам на сердце. Вот несколько дней назад вот на каком-то там из центральных каналов была передача. Значит, она вот была посвящена там древней истории территории России. Вот там еще даже о России мы говорите, о Руси еще не можем. И там вот эта вот мысль уже прошла, что, а вы знаете, что у нас на территории России растет священное растение, обнаружение которого, значит, вообще в мифах приравнивается к началу нового витка истории. Я думаю, опа, значит, 30 лет я вообще занимался, наверное, достаточно полезным делом. Что тебе важнее в этой ситуации? Быть правым или людям рассказать о том, что принестили, я не знаю, информацию? Опять же, может, не понравится. Вот что я так люблю людей, что я хочу им принести это растение, чтобы они были умнее, жили. Нет, 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 нет. Конечно, вот если сказать, вот это вот движение, вот сам этот поиск, он, конечно, меня захватывает. То есть вот от той встречи у Костра с академиком Стеблин-Каменским, вот до того, что сегодня я синтезирую частицы, вот с помощью этого растения я синтезирую золотые наночастицы идеальной формы, они оказывают потрясающее воздействие на мозг, что у человека реально появляется вот это вот... То есть человек может смотреть вперед, он совершенно под другим углом на все это. Это больше процесс, да, наверное? Да, то есть мне вот этот вот процесс, он, конечно, захватывал даже больше, чем результат. Если бы я поставил вопрос найти это растение, размножить, продать, заработать на нем кучу денег, вот тогда бы, наверное, где-то эта цепочка бы прервалась. Вот тогда бы меня просто к этому, наверное, бы, ну, какие-то там силы не подпустили. Тогда бы, вот если бы там появился вот этот интерес, то он бы... А ты сам пьешь это лекарство, нет? А по мне видно. Да, это хорошо выглядит. Конечно, я вообще... Энергия, дело даже не в этом, а вот в энергии, конечно. Да, растение действительно абсолютно потрясающее. Растение абсолютно потрясающее. Я просто знаю, в ТВИНе, вот я его приносил, у людей были такие тяжелые жизненные ситуации, там проблемы со здоровьем, ну, все отметили, что, конечно же, колоссальный прилив сил. Ну, это растение вот в индийских, иранских мифах... Не увлекайся, я знаю, что ты будешь о нем рассказывать. Названо, да, названо лучшим из того, что существует в материальном мире. У этого растения есть тысячи способов, чтобы помочь людям. Я знаю, что ты сейчас увлечешься, и мы тебя не поймаем уже, Таша. Хорошо, вернемся на землю. Вернемся на землю. Как не бояться быть смешным, отстаивать свою точку зрения? Просто интересный момент такой прозвучал, да, что когда ты впервые озвучил, то был град критики, да, и что ты говоришь, кто ты такой. Вот что чувствует человек, как вот от этого отстроиться, оставаться верным себе, не знаю, да, там, верным своим идеям, верить в себя, в конце концов. Ну, вы знаете, наверное, большое спасибо критикам. Большое спасибо. Вот если бы они тогда сказали, о, какой же ты умный, ты ж его нашел. Они привели достаточно серьезные аргументы, вот, что этого быть не может. И я начал, я продолжил поиск. То есть именно вот мои критики, они оказались вот тем двигателем, который я, в общем-то, включил, чтобы вот пойти дальше. Поэтому критики, вот я думаю, да, я, наверное, вспыльчив бываю, там, еще что. Но я всегда к ней отношусь очень трепетно, я стараюсь это проанализировать. И я прислушиваюсь к критике. Как верить в себя? Вот когда ты позволял себе пробовать разные вещи, ты не боялся, вот, не знаю, не найти свою дорогу, потерять время, в конце концов, да? Потому что, ну, вот мы столько даже до с тобой перечисляем, да, вот разные ипостаси. Это, 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 это. Было ли какое-то, или вот это все время какая-то вера в то, что тебя, вот, как-то, не знаю, выведет звезда Сашка? Наверное, да нет, ну, не было, что там звезда как-то выведет. Ну, это да, я сейчас учусь. Здесь, наверное, так, все же, я никогда не ставил вот таких целей, вот, ну, далеко идущих, что вот я возьму, найду вот это растение, на основе этого растения мы получим невероятное лекарство, не было этого. То есть это, вот оно приходило как-то само, приходило понемножку, и вот из этого немножко она вот выстраивалась то, что сегодня получилось. То есть не было, я вот не собирался быть телевизионщиком, я не собирался быть селекционером. Значит, оно получилось вот как бы, ну, достаточно спонтанно. Хотя, наверное, может быть и не спонтанно, может, все же к этому какие-то были. И тоже вот я сегодня уже говорил, что, наверное, вот к критике я отношусь, ну, позитивно для меня, она играет значение. Хотя, с другой стороны, я всегда вот люблю вспоминать вот этот вот исторический факт Циолковского. Он же был сельским учителем математики. Как-то спросили, ну, какой сельский учитель математики создали теорию космических полетов. Там, когда жил в Циолковске, там столько светил в математике было, академиков и все. А теорию космических полетов создает сельский учитель. А как он ответил, Саша? Он ответил потрясающе. Он говорит, знаете, я в детстве чем-то там переболел, и у меня было осложнение на уши. Я, говорит, очень плохо слышу. Я не слышал, что обо мне говорят окружающие. Шикарно. То есть вот примерно так. Вот просто так, вот бесконечно идти на поводу, вот когда, значит, у тебя. А вот он шел, вот у него какие-то свои мысли какие-то были. Вот его представление о добре и зле, и в конечном итоге они его привели к потрясающему научному открытию, к разработке целой теории. Я просто, ты знаешь, наверное, у каждого, кто сидит вот в твоем кресле, я задаю этот вопрос, ну, потому что он заложен, наверное, в само название программы, формула успеха. Если бы ты ее формулировал для себя, как бы она у тебя звучала? Больше себе верить. Больше верить себе. Да, прислушиваться. Да, вот выслушать и сделать так, как хочешь. Как считаешь нужным. Как тебе кажется, ведет ли тебя судьба или все-таки ты сам делаешь свою жизнь? Нет, я думаю, что все же, вот я за всем за этим вижу, что кто-то ведет. Да, что что-то в этом есть. Вот, не знаю, ну, у меня очень много встреч, вот, ну, с людьми вообще так, вот, по миру, вот, с кем я, казалось бы, ну, никак не мог, вот, там, житель Магнитогорска, выпускник технического вуза, все, чтобы я с ними, вот, встретился. Вот, я встречался, вот, я встречался, там, с селекционерами с Новой Зеландии, с Канады, вот, у меня много, там, в Европе питомниководов, селекционеров, вот, и мы с ними говорим, там, на общем, на общем языке. Я с ними, вот, по идее, встретиться не должен был никак, но встретился же. Значит, в этом есть какая-то предопределенность. Восхищает ли тебя жизнь? Да. Да, здесь вот, да, да. То есть это то, что, думаешь ли ты писать вообще книгу, какие твои планы вообще, как-то, что дальше, есть ли у тебя какие-то направления, куда тебе хочется двигаться? Уже давно думал, уже хотел написать, ну, так, достаточно много, что видел, достаточно много, что, вот, через себя пропустил, пережил. Времени нет. Нет времени, вот, просто нет времени. Вот, сейчас самый мой такой ресурс – это время. У меня сейчас огромное количество гибридов. Вот, у меня там есть в одном растении айва, груша, яблоня. У меня есть там вишня. Вишня сахалинская, черемуха мака, вишня обыкновенная. У нас столько сложные гибриды. Вот, самое, мне сейчас нужно время, чтобы оценить эти сеянцы, чтобы вывести их, собственно, на уровень сорта. Вот это, конечно, вот, вот это меня сегодня действительно вдохновляет даже больше, чем телевидение. Извини, телевидение, но вот так. А если книга, Саш, то все-таки о чем? Что бы ты хотел? Все равно же какие-то мысли крутятся. Что бы тебе хотелось говорить? Вот, у Чапика, ну, мы его знаем, как сатирика, там все. У него есть потрясающая книга «Год садовода». Она у меня, ну, такая, наверное, настольная книга. То есть человек писал про одно вроде бы, но он был таким садоводом одержимым. Я бы, наверное, все же написал вот о том, как я занимался садоводством. Вот у меня там даже детсадовские есть воспоминания. И вот вплоть до эпигенетических зависимостей. Я вот где-нибудь на конференции сейчас произнесу вот там эпигенетические зависимости такие на меня так странные, странно, говорит. Достаточно. Вот сегодня, да, вот как раз вот про это бы я и написал. Что вот у истории достаточно так, какие-то зигзаги странные. В свое время вот я рассказывал, я приезжал в институт садоводства Южноуральский в Челябинске и просил, возьмите меня там селекционером, я хочу быть. Меня, мягко говоря, послали. Я тут отсиделся и все же вот я думаю, что я стал селекционером. Но сегодня у меня объем скрещиваний, сложность скрещиваний. Вот на Урале второго такого института нет. Ни в Челябинске, ни в Екатеринбурге. Вот, ну, нет, от слова совсем. То есть вот сегодня я вот работаю более так в таких программах, более серьезных, чем сегодня работают уважаемые научные учреждения. То есть ты делаешь такой объем работы, да, и работы научные именно, да, которые, наверное, больше, чем какие-либо институты, да? Не, ну я просто очень хорошо знаю, что скрещивается, с чем скрещивается на том же Екатеринбурге, в Челябинске, с каким объемом сеянцев работают, какие у них есть доноры устойчивости, там, крупноплодности, вкусовых качеств, зимостойкости. Я просто все это очень хорошо знаю. Я работаю сегодня круче. Ну, сам себя не похвалишь, ну, чушь. Наверное, наш финальный, Саш, вопрос. Да. Можешь ты сегодня сказать, кто такой Александр Сидельников? Нет, наверное, наверное, это очень сложно. Профессионально очень сложно. Вроде как четвертинка там журналисты, четвертинка там садовода, четвертинка селекционера, что-то там, значит, мифами занимается, там, вот, древней историей. И поэтому, да, сложно. Не знаю. Не знаю. От жизни я получаю большое удовольствие вот именно в ее вот этом многообразии. Я получила большое удовольствие сегодня от разговора с тобой, потому что я тебя увидела сегодня с другой стороны. Я думаю и надеюсь, что зрители это сделают. Спасибо большое. Спасибо. Спасибо. Спасибо.